А чтобы в это море мрака, греха, разврата внести свет евангельский. Чтобы люди познали волю Божию, что извращение полов, всякая мерзость Богом наказывается. И люди неверующие будут гореть в аду, а праведники будут с Христа Царства Небесного. Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и всех зовет к покаянию, чтобы жили для Бога. Вот если у вас будут духовные вопросы, заботу о душе, можете задать. У нас есть большие ресурсы здесь, Ютуб, канал свой. Ну, типа, я просто сейчас очень сильно настроен на другое, просто, типа, на самом деле, естественно. Если бы все по настрою было в жизни, то люди умирают, умирает внезапно. Вот и все, кончился весь настрой. Никто до 500 лет еще ни один не дожил здесь. А умрешь дальше-то что? Куда душа пойдет? В ад или в рай? Больше вопросов нету. Это все кончится здесь. Сколько ты не гоняйся за вонючкой, все равно она уйдет. Здесь что попало делает? И разбратищи, и анонизмом занимаются, и совокупляются. То есть это место Содом и Гаморра. Ну да. С определенной целью сказать, что этот мрак Содома закончится. И Бог повелит всем воскреснуть на суд Божий, с чем мы предстанем. Мы говорим о том, что Спаситель наш Христос был распят, умер и воскрес для нашего оправдания. Я вижу. Вот с этой целью мы, православные проповедники, пришли сюда. Ответить на вопросы, может есть какие. Сказать, у нас большие ресурсы есть. Вот у нас есть видеоканал. Можете зайти на него. Мы строим деревню православную. Это здорово. Да. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. Если можете... Деревня где находится? Да, повторите. Деревня где находится? Да, Алтайский край. Алтайский край. А, это... Хотя Барнауле сейчас, летом мы там были. Да. Получили статус своими силами. Построили храм, школу государственную. Дороги делаем, пруды восстановили. И люди живут. У нас нету ни абортов, ни разводов, ничего этого нету. Вот за 28 лет у ни одного мата не было сказано. Скотином, мясом, всё другим цветом и другим запахом. Вот если вы зайдёте на наш YouTube-канал «Во свете Библии», и вы увидите, что такого канала нету в интернете. Это огромное поприще. 18,5 тысяч роликов. 18,5 тысяч. Мы всё показываем. Миссионерские поездки, в храме как. У тебя начальник детского лагеря, фактически 48 лет. Как воспитываем детей. И всё без помощи государству. Ни копейки нигде они в нас не вложили. А только гнобили и давили. Но мы показали, что можно не ругать правителей, а молиться за них. И будет по-другому. Если у вас будут вопросы, вы меня легко найдёте в Скайпе. Игнатий Лапкин. Скайп. Я там один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Запишите. Я могу тогда скинуть сразу, сразу скинуть вам наши ресурсы. Игнатий Лапкин. У нас есть сайт, форум, mail.ru. В моём мире у меня там 24 тысячи наших фотографий только. Я поищу. Спасибо. Вы увидите, если зайдёте в сайт, не в Скайп, а в сайте. Там мои книги изданы, 38 томов книг о Боге, о вечности. Потому что у меня богатая биография. В университетах преподавал. Всё это во свете Библии называется. Вас как звать-то? Антон. Антоний. Что же я тут каждый раз? Смотрю, минуточку. Подождите-ка, я гляну. Это вот календарь. Календарь. Что оно означает? Имя это. И как ему надо соответствовать. Ант... Так. А, Б, В, Г, Д. Ага. Ага. Вот так, минуточку. Чуть-чуть-чуть буквально. Антоний. Антоний. А, вот он. Приобретение взамен. По-нашему сказать, бартер. Вот интересно. Это редко такое имя. Вот я, допустим, Игнатий означает неизвестный. А с латинского огненный. А-то приобретение взамен. Приобретение взамен. Это что-то, кто первым называл, видимо, что-то было. Взамен чего-то, под момент рождения, и так и назвали. Да, да, да. Вот Варвара вчера мне встретилась одна, говорит, меня Варвара звать. Мне даже неудобно перевод давать, я говорю. А какой перевод? Я говорю, грубая. Невежественная. Понимаете? Девочка рождается, черные волосы такие, а ее зовут Светлана. Надо ее назвать по-римски. Мелания. Мелания это означает черная. Но на это не смотрят. Вот, допустим, у Анны не было детей. И она все время молилась, Господи, ребенка дай. У евреев было детей нет, это значит и Богу не угоден. И она родила ребенка. И сразу назвала его выпрошенный у Бога. А по-еврейски это Самуил. А у нас поэт был Самуил Яковлевич Баршак. Самуил, Ил. А другой старался спрятаться, не знает. И Господь его избрал на это. Бог моя крепость, это Илья, Илья. А Михаил означает, никто как Бог. Ил в конце, это Бог. Никто как Бог. Значит, показывает такой рисунок. Горбачев стоит, так руки протянул. Это не я, она сама развалилась, страна. Это не я. Вот так вот. Никто как Бог развалил ее, империю зла. Вот так. Писание. Нас даже одна книга у мусульман называет «Люди Писания». Такая у них книга, у них своя, я ее не трогаю, но показать хочу, что. Пятая сура, 47-й, 66-й аят говорит. Люди Писания, им дан Ильжил, Евангелие. Я по нему и поступаю. Мы зовем людей к покаянию, к жизни вечной, не к сраму. Что без Бога жизни-то никакой нет, а без священного Писания тьма. А Библия все открывает свет на все. Что вопрос любой задавай. Я вот вел занятия в пяти университетах много лет, 18 лет. И три радиопрограммы регулярно. Во всех отделах милиции 13 школ. И ни одного вопроса не было, на который Библия бы не отвечала. У меня, я не знаю сколько, но осталось в живых 4124 вопроса, на которые я отвечал и которые сохранились. Люди, как Достоевский говорит, «А та книга жизни, равной которой нет в мире». Вот мне в 23 года ее дали в руки, а мне сейчас 81-й год. Я 57 лет прошел с ней. С ней самые трудные моменты моей жизни, осиянные были. Я раньше досчитал 50 книг аудио, и архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. Ну и власть отреагировала. Я пять тюрем прошел. И скажу, что там по-другому все. Под сонный камень вода не течет. Я вам расскажу о Божьей любви к людям. Что Иисус умер, воскрес и зовет к покаянию, чтобы новая жизнь была. Вы, если зайдете на наши ресурсы, и вы увидите, нигде больше такого нет. Вот у меня YouTube-канал есть, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. 18,5 тысяч роликов наших. Заходите. Ну что, если у вас будет желание, вы меня найдете в скайпе, Игнатий Лапкин. Я могу скинуть все ресурсы вам потом. Только никогда не ругайтесь. Не пейте, живите законно, повенщайтесь, сходите в церковь. С блудницами не знайся. Это тесный колодец, из которого тебе не вылезти. Все, пока. То он тоже мучиться в аду не должен. За него тоже Христос умирал. Мусульманин-то, это же такой же человек, творение Божие. И по Адаму с Евой мы родные братья с вами. Я мусульманин. Так ты мусульманин, ты должен, наверное, ты, наверное, свою книгу должен знать. Считал эту книгу? Не. Не читал. Значит, даже свою книгу ты не знаешь. Но это разве правильно? Послушай мне, брата, дедушка. А Иисуса кто создал? Его никто не создавал. Это второе лицо Троицы. Это Бог и человек, воплотившийся от Девы Марии. Он Бог безначальный. А кто его распяли? Евреи распяли. Евреи распяли. Римские воины. А послушайте, а как можно Бога распять? А он Бог и человек. Вам это... Сатана запудрил мозги. Он воплотился от Девы Марии. И стал Бога человеком. С человеческой плотью. Это Иисус. Пророк наш. Его создал Аллах. Да никогда он вашим пророком не был. Вы не живете по Христу. Это не наш пророк. Наш умер, а у вас другой совсем. Это не наш Иисус. Наш Иисус приходил и был распятый. А ваш совсем непонятно кто. Наш пророк это Мухаммад. Ну это ваше дело. Это ваше. Я не касаюсь. Это ваше. Слушай, слушай, слушай. Все пророки, например, Адам, например, был в земле... Как это вы говорите? Исаия, Иеремия, Иезекииль, Илья пророк, Елисей. Пророки были не одни. Осия, Иаиль, Амос. Они не пророки. Ладно, сиди как пьяный. Они не пророки. Ты вот эту книгу посчитай однажды. Пятая сура, 47-й аят говорит, что это пророки. Это книга писания. Чего ты буровишь-то? Настоящий мусульман тебе в шары плюнет. Скажет, ты что, дурак. Это же в Коране написано. Ты что, совсем опупел? Слушай, слушай, слушай. Я тебя задам... Пятая сура, 47-й, 66-й аяты. Послушай, кто создал Иисуса? Никто не создал. Второй раз отвечаю на глупость твою. Он Бог. Он не созданный Всевышний. Он хорок. Его создал Лава. В общем, тебе ничего не объяснишь. У тебя здесь запудрилось с четырьмя женами-то. У нас с двумя женами его в храм не пустят. Это у вас святой. Разница большая. Вот здесь рулетка. Здесь в рулетке. Процентов 90 мусульмане. Зачем пришли? Зачем? Разговаривают, плохо умеют. А я объясняю. Они говорят, а зачем? Я говорю, а затем. Тебе дома разрешают четыре жены и за каждую колым платить. А здесь 44 голые и даром. И вы южные жеребцы пашите на северных кобылах. Ты просто будешь гореть. Разрешают.